Ольга Мегрян Несколько дней назад, 4 ноября, Оле, как она сама просила всегда себя называть, исполнилось бы 56 лет. Сегодня мы постараемся вспомнить ее разностороннюю, но во всем добрую и светлую деятельность. Надеемся, что каждый сможет, несмотря на грусть и печаль, рассказать о боли, как о замечательном друге и коллеге, энергичном лидере и прекрасной женщине, патриотке своего народа и верующей христианке. Слово предоставляется настоятелю Армянско-Апостольской Церкви Санкт-Петербурга, отцу Саркису. Много гостей у нас. Ну давайте тогда я постараюсь вкратце поблагодарить всех вас, родных и близких, и всех тех, кто с нами в эти дни переживал уход из земной жизни нашей дорогой Оли. Она была даром Всевышнего, и я ее знаю 12 лет, и знаете, что меня всегда удивляло? То, что она свои личные переживания, трудности, она никогда не давала знать никому. И вот это в чем состоит? Состоит ценность нашей дорогой Оли, которой я уверен, она наблюдает за нами, с нами будет делиться своими чувствами, которые она чувствует наверняка сейчас вместе с нами. И таких людей очень мало. Понимаете, каждый человек, видимо, создан так, чтобы чувствовал весь мир вокруг себя, чтобы всегда его любили, уважали, ценили. Но она немножко отличалась, очень много отличалась от всех нас. Она сама больше чувствовала то, что чувствовали бездомные люди, люди, нуждающиеся в лечении, люди, нуждающиеся в финансовой помощи, в духовной помощи. Ну, не знаю, что случилось и как случилось, пока мы еще не воспринимаем ее уход, мы думаем, что она рядом с нами, сейчас-вот-вот появится здесь букетом цветов и выскажет свое мнение. Ну, мы верим, верим в спасение души, верим в то, что она всегда будет с нами, ее чувство любви не угаснет, ее оптимизм, ее надежда на хорошее, светлое будущее всегда будет пребывать с нами. Я бы хотел попросить молитвенно, чтобы все мы попросили Господа Бога о спасении ее светлой и прекрасной души. Ортнял дэр мэр Исус, Христос, аммен. Христос, ворти астудзуану хакал ебарегут, гытак хуарачакан сироват, и окис хангуцял царайцкоц. Ева саравел тэр хиша с хокисан, норок хангуцял, мэгриан оля анун аахноко, айле мэгриан гердастаны хин, ев нор нэнджетцэллоцан. Христос, аммен. 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 Терсарки сказал, такое ощущение, что она появится со своими идеями, активная, у нее всегда много идей было, как спасти, как помочь людям. Я, наверное, из всех присутствующих дольше всех знал Ольгу, за исключением родных, родственников, конечно. Я с Олей знаком с 1994 года, когда мы нашей маленькой группой из Армении прибыли сюда учиться в ВУЗ. И вот как раз на одном из мероприятий воскресном в церкви на Смоленке мы с ней встретились. И, ну, даже тогда мы не ощутили ее чужой. Она как бы была родная. Оля Мегрян на самом деле прожила очень трудную жизнь. Она все время боролась, она все время стремилась. И это никак не отражалось на ее деятельности в пользу простых людей, которые нуждались в помощи. Будь что в больнице, будь что в детдоме, будь что даже в местах лишения свободы. Она всегда стремилась помочь людям. Я помню, что вот эта наша группа, ребята, которые мы вместе обучались, я не знаю, как бы все стремились пообщаться с ней. Все хотели пообщаться с ней. И причем и по одному, и все вместе с компанией. И она всегда направляла их мудрыми, человеческими, общественными советами. Она, невзирая на свою сложную жизнь, она вбирала в себя все эти проблемы, о которых с ней говорили и высказывались ей. И как будто окрылялись после вот разговора с ней. На самом деле, мне очень сложно сейчас о ней говорить в прошедшем времени. Ну, к сожалению, жизнь такова. У нас в Армении говорят, все годы, которые она не дожила, пускай распределяются между ее близкими родственниками. А она, на самом деле, очень-очень много не прожила и очень-очень много еще не сделала. И наше дело, чтобы память ей всегда была светлой, закончить, доделать дела, которые она начала и которые она собиралась сделать. Я помню, как она переживала за своего брата. Сегодня о нем много говорилось. Как она хотела увековечить его, фильм снять про него. Она гордилась своим братом. Она о людях никогда плохо не отзывалась. Если не хорошо, то никак не отзывалась. Чудесно была она человек. И мой хороший друг. Я очень-очень скорблю по ее уходу. Царство ей небесное. Спасибо. Спасибо вам большое, Айк Марсилович. А сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с краткой биографией Оли, которую помогли нам составить ее сестры. Прошу внимания на это. Ольга Мегриан родилась 4 ноября 1958 года в селе Гюлистан Шаумяновского района Арцаха. Когда Ольге было 4 года, семья переехала в Сумгаид. Там она проучилась в школе до 8 класса и уехала в Ереван поступать в русское педагогическое училище имени Островского. После окончания вернулась в Сумгаид, где получила направление на работу в родном селе. В сельской школе Гюлистана Оля проработала около двух месяцев. Потом она вышла замуж и переехала в Баку. Здесь также работала в школе, была избрана председателем комсомольской организации. В Баку она и начала заниматься общественной деятельностью, которая сопутствовала всему ее жизненному пути. В начале 80-х они с мужем переехали в Красноярск. Там Ольга поступила в педагогический институт на заочное отделение и одновременно работала в школе, занималась общественной деятельностью. В Красноярске она окончила не только педагогический, но после него еще и институт политологии. Здесь же она была кандидатом в депутаты от Ленинского района города. После начала событий в Сумгаиде Оля решила переехать в Ереван и быть рядом со своим народом. Ее родители тогда еще были в Сумгаиде и им чудом удалось спастись. В то время ее младшая сестра Зоя жила в Санкт-Петербурге, городе, который Оля любила, еще не побывав в нем. Однажды, приехав к сестре в гости, она заглянула в 156-ю школу, где требовались учителя. Поговорив с ней, директор предложил ей остаться работать. Оля перевезла детей в город на Неве. Так начался 20-летний петербургский этап ее биографии. Здесь она создала женский союз Святая Репсиме при Армянской Апостольской Церкви, занималась общественной деятельностью и благотворительностью, продолжала учить детей. Оля собрала вокруг себя талантливых, неравнодушных людей, принимала участие во всех межнациональных проектах, которые проходили в городе. Посмотрим на некоторые фотографии, связанные с общиной и работой Женского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля представляла Армению не только повсюду, где ей доводилось узнать, что требуется участие, но и сама являлась инициатором многих мероприятий. Так, в июне 2014 года по инициативе Оли Женский Союз Святая Репсиме при Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга собрал на Невском женщин разных национальностей, проживающих в нашем городе. Девизом круглого стола стала фраза «Женщины разных национальностей против войны». Их не оставила равнодушными ситуация на Украине и в других горячих точках земного шара. Если нам удастся сейчас решить проблему с проектором, то мы сможем услышать интервью самой Ольги, когда она рассказывала о целях круглого стола. Пока решаются наши проблемы, я бы хотела пригласить Виктора Александрова для того, чтобы он прочел стихотворение «В память о друге», которое написал специально для Оли. Сердце памятью перерезано, перечокнуто время стрелами. Про разлуку спросим о осени и попробуем быть смелыми. Незначительным все покажется у границ болевых точек. Невозможно в грустной истории нахождение веселых строчек. В небесах, в другом измерении, там, где ты теперь свет даришь, Ты прошли нам свое сияние, пусто без тебя, знаешь. Дни задями идут разные, за заботами боль прячется, Греют только воспоминания, а ночами душа плачется. Может, сможем читать знаками, сны, где видим в бреду вечность И почувствуем рядом ты через времени бесконечность. Ритм осенний с тоской смешается, на реальность не обижаемся, Верим, где-то еще встретимся, и поэтому не прощаемся. Будешь в нашей ты жить памяти, высоко ты над облаками, Мы с тобой одной низью связаны, ты навечно всегда с нами. Благодарим вас, Виктор. Хотелось бы сейчас предославить слово господину Адяну. Просим вас выйти. Да, да, Левон Адян, писатель, скажет пару слов о боли. По-армянски есть такая пословица, поговорка, что иди умирай, вернись, я тебя буду любить. Ну, дело в том, что Оля не должна была умереть, чтобы ее любили, потому что мы и так ее любили. Мы ее любили за ее доброту, за ее человечность, за то, что она всегда помогла людям и всегда была готова идти на помощь каждому человеку, какой бы национальности она ни принадлежала. Она всегда людям дарила улыбки. И никто не знал, а что у нее глубоко в сердце. А у нее глубоко в сердце была большая рана. Раны были большие. Я потом узнал, что у нее здесь не было вообще квартиры, не было вообще семьи. Она жила на квартире. Она в городе Сумгаити потеряла все, все имущество. Она потеряла свое родное село Юлистан, которое недавно она через телескоп посмотрела на свою деревню. Я хочу сказать, что мы ее, Олю, так и помним. Мы ее помним как очень человечное. И очень больно, что человек, который всем оказал помощь, она сама без помощи, два с половиной часа лежала на асфальте, и никто не подошел, чтобы помогать. Быть может, могли спасти. Оля – это человек, который был предан армянской церкви, армянской общине и вообще всем человечеству, всем добрым людям. Оля похожа на того деревня, деревья, которые когда срубают, это дерево всегда остается в человеке памяти. Ее нету, но как это дерево, так же, как живого человека, она всегда останется в нашей памяти. Спасибо. У нас заработал проектор, поэтому мы можем дальше двигаться по сценарию. Сейчас мы посмотрим видео Оли, где она рассказывает о целях круглого стола женщины разных национальностей против войны. Прошу внимания на это. Идея сегодняшней нашей встречи, она, честно говоря, возникла немножко спонтанно. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, просто пройти мимо этих событий, мне кажется, было безнравственно с нашей стороны. И хотелось вот собрать именно сегодня друзей, женщин разных национальностей, поговорить на эту тему, на тему «Женщина и мир». Кто она? Сегодня Созидательница или, наоборот, Разрушительница? К сожалению, мы сегодня это тоже видим. Мир разделился на две части, женщина тоже разделилась на две части. Одна почему-то стремится к войне, а другая стремится к миру. И мы сегодня об этом говорили, и слава тебе, Господи, собрались все женщины, которые хотят этого мира. И все мы живем в нашем прекрасном, красивом городе, женщины разных национальностей. И мы сегодня вместе решили написать письмо всем женщинам нашей планеты. Потому что сегодня вопрос стоит не просто выживание какой-то страны, а выживание всей нашей планеты и всего нашего будущего. И мы должны осознать, прежде всего мы, женщины, кто мы, Созидатели или Разрушители. Мы, женщины, мы должны производить, то есть приносить плод наших, это плод будущего нашего поколения, или наоборот, уничтожать этот плод, который дарован нам Всевышним. Вот об этом сегодня мы говорили. И прекрасно, что все женщины, которые присутствовали сегодня, все были едины. И мы сегодня написали письмо, обращенное ко всем женщинам планеты. И мы обращаемся ко всем правителям нашей планеты остановить это кровопролитие. Потому что все мы в цепочке, все мы едины. Никто не останется на этой планете живым, если мы не прекратим. И об этом должны задуматься политики, которые сегодня сидят и руководят нашим миром. Если кому-то сегодня будет плохо, мимо них это не пройдет. И они должны задуматься, с кем они останутся, для кого они хотят оставить этот мир. Будет ли будущее у их детей? Будет ли у них будущее, их семьи? И они должны над этим задуматься. Также Оля принимала активное участие в жизни Дома национальности Санкт-Петербурга. И сегодня начальник отдела по работе с национально-культурными объединениями Ирина Иларионовна поделится с нами воспоминаниями о ней. С коллегами, пожалуйста. Я не одна пришла, со мной пришли коллеги Оли и ее душевные подруги. Здесь и Мехриджи Малсунетова, это Туркменское общество, это Леночка Лебединская, Грузинская национально-культурная автономия, это Гулинор Хасанова, это Таджикское общество, женщины мира. Вот мы все вместе делали те круглые столы, о которых сейчас шла речь. Вместе открывали выставку здесь в прекрасном российско-армянском центре. Это дом, куда приходишь как к себе домой, на самом деле, теплый, радушный, гостеприимный. Вот таким была и Олечка. Светлый человек. Когда она ушла, вы знаете, ощущение было, что среди нас был ангел. Маленький, золотоволосый, всегда с роскошной улыбкой. Ну, просто ангел. Наверное, поэтому Бог ее забрал, потому что ангелы там тоже нужны на небесах. Вот я только для себя одно объяснение нашла, что такие люди нужны везде. Бесконечно скорбим. И в то же время мы горды, что знали Олю. Потому что Оля незаурядный человек. Это личность. Мы понимали это и так. Тогда, безусловно, куда бы ни приходила Оля, она как солнышко всегда сияла и вокруг себя всех собирала. И, конечно, вот я больше, чем уверена, если бы сегодня была возможность, здесь была бы половина Петербурга. Потому что куда Оля не приходила, у нее везде был дружеский круг. Все ее любили, все ее знали, все к ней тянулись, потому что она излучала свет. Будем помнить ее светло и радостно. Вот так, именно так, какой она и была в жизни. Царствие и небесное. Девочки, хотите что-то сказать? Светлая память Олечке. Она была действительно светлым лучиком. Она была очень добрым, внимательным, очень чутким, отсывчивым. Она с большой ответственностью относилась к делу. Мы ее очень любили. Да не было, по-моему, ни одного человека, чтобы ее не любил. Одна доброта. Она только творила добро. Светлая память Олечке. Мне очень трудно говорить, потому что я очень люблю. Дорогие друзья, я, наверное, уже имею полное право так сказать, потому что мы с Олей дружим больше 12 лет. И буквально последняя встреча наша должна была произойти в пятницу, в тот день, когда она погибла. То есть мы уже запланировали мероприятие в день ее рождения, 4 ноября. Это вечер памяти туркменского композитора Нуры Халмамедова. Это была ее идея. Можно задать вопрос, при чем тут Оля и при чем тут туркмения? Но это, наверное, единственный человек, который не был равнодушен никакой национальности, никакому человеку и всегда не проходила мимо. Я создала свою организацию буквально недавно. Мы, как маленькие дети, скажем, только-только начинаем шаги делать в женской туркменской организации. И она мне сказала, «Михриша, никогда не сдавайся, иди вперед. Трудности всегда будут». И, наверное, все дальнейшие пути, которые мы сейчас делаем, мы каждый раз об этом помним, потому что она сказала, «Каждый народ велик по-своему, и нужно идти показывать». И вот мероприятие, которое прошло 4-го числа, оно прошло, конечно, очень хорошо, вечер памяти. У этого композитора всегда был друг, Хачатарян, дирижер его. И эти два народа были тесно связаны. И последнее слово, которое я говорила, я уже говорила через слезы. И весь туркменский народ, который живет здесь, ну так получилось, что они знают Олю и благодарят. И поэтому огромное спасибо вам, что у нас есть такая возможность знать вашу культуру, ваш народ. А за Олю вам низкий поклон. Царствие Небесное! Спасибо вам большое. Спасибо огромное. В апреле 2014 года по инициативе Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ и при поддержке Генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце прошли дни национальной культуры Республики Армения. Открытие мероприятия было приурочено к 7 апреля. В Армении в этот день отмечается День материнства и красоты. Думаю, не надо здесь упоминать, кто приложил титанические усилия, чтобы открытие мероприятия прошло на высшем уровне. Послушаем, Олю. В 7 апреле благая весть спустилась на землю. И женщина должна была родить в образе человека, который несет добро, любовь. Этим было уже все сказано, что женщина – это продолжение рода человеческого, это жизнь человека, это жизнь на земле, это цветок, который несет в этот мир только тепло и добро, которое предназначено для того, чтобы наш мир всегда жил в прекрасном состоянии. Поэтому сегодня очень-очень-очень важную роль играет мать в семье каждого человека, потому что с ней связано сохранение традиций, с ней связано сохранение языка, с ней связано сохранение нашей культуры, все, что у нас прекрасно, которое нас окружает. И я в этом плане благодарна Айку Челингаряну за то, что он нам доверил Женскому союзу Святой Рептиме при Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга начать Дни культуры Армении в таком прекрасном дворце, Таврическом дворце. И, как видно из высказываний всех наших гостей, мы это доверие оправдали. Дорогие армянские женщины, дорогие наши матери, дорогие сестры, с большим, с большим праздником Святого Благовестия поздравляем вас. Пусть в каждом доме приходит, в каждый дом приходит тепло, добро, вера, надежда и любовь. Оля Мегря в своей жизни стремилась поделиться своим материнским теплом со всеми, кто в нем нуждался. Давайте обратимся к фотографиям, на которых запечатлены некоторые фрагменты из ее широкой благотворительной деятельности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Отзывчивое сердце Оли не позволяло ей оставаться равнодушной к судьбе детей, лишенных родительского тепла, тем, кому не от кого было получить эту ласку. Вот слова, добавляющие такие незаменимые краски в портрет Оли, который мы сегодня пытаемся нарисовать. Наша семья сегодня в трауре. Мой сын Натан потерял очень дорогого человека, женщину, которая заботилась о нем в течение сложного периода его жизни, проведенного в приюте. В те дни Натан не знал другой любви, кроме той, которую подарила ему мама Ольга. Эту надпись сделал на своей странице в Фейсбуке Кевин Ошилдс, глава американской семьи, усыновивший мальчика Сашу, которого Оля называла сыном. Сегодня они здесь для того, чтобы отдать дань памяти женщине, сыгравшей судьбе их семьи такую важную роль. Прошу вас, Витя, Кевин. Мистер Ошилдс, could you please join us? Мы хотим вас спросить, что вы делаете историю о том, что роль вы делаете Ольга в жизни вашей семье? Мы познакомились с Ольгой пять лет тому назад. Мама Ольга всегда старалась обязательно связаться с нами каждый год на день рождения Саши. И мы его тоже каждый год стремились вывести на контакт с мамой Ольгой, чтобы он поздравил ее с днем вождения. И на этой неделе, когда мы пытались с ней связаться, мы узнали о том, что ее нет. Это было для нас огромным шоком. И вот почему мы сегодня хотели быть здесь. Все говорили здесь о ее любви, о ее самозабвении. Мой сын, Саша, Натан, это живое свидетельство той любви, которую она отдала ему. Она говорила с ним о Боге, о любви, которую Господь испытывает к нам. И она дала ему силы жить, когда он был в приюте. Мама Ольга была членом нашей семьи. И hearing of her death was very, very difficult. И слышать о ее смерти нам было очень, очень трудно. Моя жене было очень трудно сегодня не присутствовать здесь. Ее наследие, которое мы видим в людях присутствующих здесь сегодня, будет жить вечно. Она была тем ангелом, который нужен был нам до того, как мы приехали в Россию, забрать нашего сына. Мы будем скучать по ней так же, как я знаю, и все вы. Но сейчас она в гораздо лучшем месте. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня отпраздновать ее жизнь, так как я верю, что это действительно праздновало. И я всегда буду любить ее за то, что она сделала для моего сына. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Оля принимала живое участие в судьбе эвакуированного летом в Санкт-Петербурге с осажденного славянска мальчика Жени Языкяна. Она очень переживала за него и искренне радовалась каждой хорошей новости о состоянии его здоровья. Вот видео, которое сняла Анатолий Машутин. Здесь Оля и семья Языкянов на скамейке возле церкви Святой Катерины. Как хорошо, что на свете есть добрые, хорошие люди, которые встречались на пути маленького Жени, которые являются ангелом хранителями. Смотреть эти семьи прекрасно, чтобы у Женечки нашей все было хорошо. Мы молимся за него, потому что это светлые, такие глазки большие, огромные, у меня шарик. Так что мы всем желаем им добра, добра, тепла, здоровья, здоровья, чтобы он быстрее. Заговорил и сказал первое слово. Мама, папа, я вас люблю, он уже сказал. Мама говорил, да? Я люблю маму. Да, да. Я люблю маму. Теперь значит папа. Да? Теперь выгодит папа. И хорошо, что есть на себе такие люди, и Бог может быть, к слове таким людям, как Оля. А спасибо вам, что вы тоже есть, потому что вы заставляете нас быть людьми. То есть, заставляете нас быть людьми, добрыми, посмотреть, насколько мы на самом деле можем друг другу помогать. Не зря просто так родились на этот свет, пришли, не просто так, пришли, чтобы все не оставили ничего. Спасибо вам. Хорошо. Давайте. Так, идем на выступку. Давай. Я с вами. Мы с вами. Так. Что здесь надо? Папарацци. Также несколько слов о боли скажет руководитель Центра детского развития АРВИК Алена Амаяковна Атаниссян. Просим вас. Так, я немножечко волнуюсь. Борис здесь селили Аразатны. Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, не случайно мне дали слово после Женечки Изякин. Если его... Я правильно поняла, что присутствует здесь, да, семья или нет? Так получилось, что я получила письмо из Славянска от женщины, которая просила помочь этой семье. Видимо, они в интернете читали, думали, что это армянская организация, обратились к нам. И я обратилась тут же в общественный совет по миграционной политике, куда я вхожу. Позвонила Олечке Мегриан, мы с ней очень долго вконтачили, до последних дней ее жизни. И объяснила ситуацию, что нам сделать. Позвонила нашим докторам, но, к сожалению, они сказали, что не могут они ничего делать, потому что ребенок в таком состоянии, что без разрешения реанимационной бригады его никто не пустит. Я написала письмо родственникам, что только с Божьей молитвой мы можем ждать, когда что-то изменится, что, к сожалению, пока что у нас ничего не получается. Вот это такое небольшое вступление, да. Последний раз мы с Ольгой встречались 29 сентября на общественном совете в Смольном. Вы знаете, я сегодня хочу немножко о другом говорить. Конечно, мы сегодня много можно говорить, очень много хороших слов. Но лично я к смерти отношусь совсем по-другому. На моем понимании смерти нет. Оля вернулась к себе домой, она больше нужна, видимо, нашему Всевышнему отцу. Поэтому в тот день в Смольном так получилось, что она в этот день опоздала на совещание. И она сидела все время напротив меня. Я смотрю, она просто спит. Потом она подошла, она говорит, Ален, я так плохо себя чувствую. Я говорю, зачем ты пришла? Нет, говорит, я должна была прийти. И буквально через неделю я должна была уехать в Москву, там было совещание. Она мне приносит письмо, которое подписано на обращение женщин из Санкт-Петербурга против войны. После совещания мы пошли в столовую, как обычно мы сидели, общались вместе. И на этом круглом столе, где было обращение женщин из Санкт-Петербурга, присутствовала еще наша галочка Золотарева. Я думаю, что женщины ее видели. Она была на вечере памяти, Галиночка на гитаре играла. Она представляла нашу организацию. И она в этот день очень много рассказывала о Карабахе. Она ездила в Карабах, она все это видела. Я говорю, Оля, ты никогда с таким вдохновением не рассказывала об Армении, как сегодня. А ты должна идти к врачу. Она говорит, нет, Алена, я не пойду. Слушайте дальше. И вы знаете, мы остались там полтора часа. Она с таким восторгом рассказывала, что я просто прослезилась, потому что мне хотелось в этот момент просто полететь туда с такой эмоцией. Вот она вот рассказывала это, просто осталось вот этот след. Я это письмо с собой увезла в Москву. У нас там был съезд при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Письмо это было прочитано. И в октябре, последняя пятница, в октябре, я сейчас уже не помню, в Смольном у нас тоже была, дай им память о Ольге Мегря, где присутствовали вице-губернатор, заместитель председателя по социальной политике и так далее. Вы знаете, не важно, кто присутствовал, не важно, кто сегодня здесь присутствует. Важно одно, не от чего мы уйдем из этой жизни, а для чего мы родились. Я как женщина, как армянка, я обращаюсь ко всем женщинам. Я выражаю готовость нашего аривика принимать участие в продолжении всех дел, которые вот так вот тесно, очень активно развивались благодаря Ольге. Я думаю, что когда мы вернемся домой, не будет задан вопрос, на какой машине мы ездили, какой у нас был диплом, какая у нас была карьера. Наверняка первый вопрос будет, а что мы делали? А с каким людям мы подали руку, хотя бы улыбку, если мы ничего не можем помочь? Я обращаюсь сегодня ко всем. Если у вас есть след такой от Ольги, я надеюсь, я уверена, что каждый человек будет это продолжать, не рекламируя, не мотивируя. И я очень рада, что сегодня на экране не было никаких фотографий от детей с ограниченными физическими возможностями. Я хочу сказать одно и с радостью, что сегодня действительно праздник, то, что мы собрались. Дай Бог каждому из нас уйти из жизни так, как ушла Ольга, чтобы оставить какой-то след. Наши ребята с ограниченными физическими возможностями танцуют в колясках. И наверняка многие не знают, что наши дети очень часто побывали на всех концертах. С огромной благодарностью выражаю благодарность нашей армянской церкви и председателю армянской общины Карену Макарчан, которые с Ольгой в контакте, как только концерт нам звонят, можем мы приходим, не можем, не приходим. Но последнее наше посещение было, когда наша девушка в колясках, мы ходили на концерт, и мы с Олей вот эту коляску поднимали. И она получила огромную радость, огромное удовольствие. Сейчас одна у нас девочка, Рузаночка Карапетян лежит в детском доме. И она очень хотела эту девушку вернуть. Но она морально не могла увидеть этого ребенка, поскольку она была настолько тяжелая, что Ольги нет. И мы с ней продолжали очень много проектов реализовать. Я уверена, что благодаря Норси и Рунду эти программы будут реализованы. Сегодня я послала СМС Карену Макарчан, попросила, хотела встретиться с ним. И написала фразу, что мы выражаем готовность и надеемся принимать участие в реализации всех этих проектов, которые вот начала наша Ольга Мегрян. Спасибо нашему народу. Я горжусь нашей Армении, нашим народом, нашими женщинами, что есть такой образцовый пример, которому посчастливилось вам следить. Может быть, она поэтому ушла, чтобы посмотреть, готовы ли вы продолжить ее начатое дело. Спасибо всем. Все. Спасибо вам огромное. Сегодня в зале присутствует папа Женя Языкяна, о котором мы говорили недавно. Мы просим вас выйти и сказать пару слов о боли. Добрый день. Я очень волнуюсь. Я благодарю Бога и моей семье, что мы познакомились с Олей, с таким светлым, добрым человеком, который хотел помочь нам и маленькому мальчику. Я считаю, что она сейчас ближе к Богу, и она будет там просить не за себя, а за всех людей, которым она хотела помочь, и за маленького мальчика. Спасибо ей большое. И низкий поклон. Извините. Спасибо вам большое. В Санкт-Петербурге уже три раза проводился конкурс детского исполнительства имени великого гуманиста Фритя Фанансена. Организатор конкурса, музыковедка Арина Мангасарова, два года подряд приглашала Олю Мехрян для вручения награды победителю в номинации и специальный приз конкурса за лучшее исполнение произведения армянского композитора. И оба раза этим победителем был Даниэль Яшар Мамедов. В архиве сохранился эпизод вручения награды в 2014 году. Я хочу сказать просто случай, где все добрые люди собрались. У нас есть традиция, в пасхальный день мы идем в 31-ю планету, онкологический этот центр, и отдаем детям пасхальные яйца, освященные в нашей церкви, иконы, освященные в Александре, чтобы в них росла только любовь их душа, только мир и тепло и доводие. Так что я тебя люблю, малыш, я тебе даю вот такой символический ключик, вот этот ключик, чтобы он тебе открывал все двери, если вдруг ты огорчишься и покажешь, что все, конец света, не верю, все будет хорошо, вот тебе такой ключик золотой. Сегодня у нас в зале присутствует сама Карина, которая была очень дружна с Солей. Просим вас кратко рассказать историю создания конкурса и вашего Соли сотрудничества. Мне очень трудно говорить об Оле сегодня, потому что я даже не знала, что она занимала такое место в моей жизни. Вот, и очень мне еще тяжело, потому что моя бабушка скончалась с Олей в течение одних суток. Вот, я бесконечно благодарна Оле за тот юбилей, который она организовала. Нас посетили такие высокие гости, и моей бабушке было бесконечно приятно, что ее вспомнили, ее вспомнил ее ученик Серж Саркисян, что она не в забвении, она не дома, ограниченная пространством своей комнаты, что ее помнят, любят. А встретились мы с Олей по поводу нашего конкурса. Когда был юбилей Фритти Фанансона, который очень много помогал армянам после геноцида, я подумала, почему же по совету моей мамы не сделать конкурс, который бы рассказал людям о его деятельности, потому что многие знают его только как большого ученого, мореплавателя, полярника, а ведь это не совсем так. Мы организовали конкурс, который проводится уже в третий раз, и дети играют музыку российских композиторов, русская музыка представлена широко, музыкальная культура Армении и Норвегии, тех стран, с которыми был связан Фритти Фнансон. Я долго думала, кого же позвать человека, который мог бы красиво говорить, красиво выглядеть и людям представить всю красоту армянской культуры, рассказать о ней на вручении. Карина Васильевна Попян, нас моя коллега, познакомила с Олей и сказала, что лучшей кандидатуры ты не найдешь. Я сказала, ну неужели такая замечательная женщина придет на мое мероприятие, откликнется, и Карина мне сказала, да, Оля придет. Мы с Олей накануне созвонились, и Оля сказала, да, я очень занята, потому что всегда заключение в воскресенье, но я приду. И Оля действительно пришла. Пришла она с большим количеством подарков для чужих людей, которых она совершенно не знала. Оля мне спросила, кто получит приз, и я сказала, что так получилось, это не политический момент. Приз за лучшее исполнение армянского произведения получил мальчик, у которого папа азербайджанец, я сказала, который играет армянскую музыку, талантливый мальчик, потому что действительно любовь, добро и музыка сильнее всего. И Оля подружилась с Даней, у них много совместных фотографий. Оля вручала этот приз. Оля подарила Дане большого ежика, который до сих пор живет у Дани в память об Оле. Подарила подарки, всегда приносила всем подарки детям. И всем дарила подарки. Это удивительно. Себя дарила. Вот. Оля пришла, мы познакомились, и это было очень тяжелое время для Российского института истории искусств. Министерство боролось с нами за наше здание, это особняк на Исаакиевской площади, дом 5. И Оля так подключилась в борьбу с нами, писала письма в министерство, подписывала, написала письмо от женсовета. То есть она проявила такое участие против клеветы на нашего директора. Оля тоже подписала бумагу в защиту Татьяны Алексеевны Клявиной. И очень много сделала для того, чтобы мы сохранили этот особняк. Лично Оля это сделала, используя многие свои ресурсы и свои каналы. Вот. Сегодня я вам представлю Даню, потому что я хочу, чтобы мы все отметили мужество этого ребенка. Была статья, Гухар Мартирася написала статью и о втором конкурсе, и о третьем, и везде мальчик Даня с Олей. И папа был недоволен, что этот ребенок играет армянскую музыку. И я думала, что, наверное, на третий конкурс он уже не придет. Но нет, этот ребенок проявил такое мужество, и он не только пришел, он опять получил приз за лучшее исполнение армянского произведения и опять из Олиных рук. Так просто опять получилось. И в память о боли Даня сегодня сыграет произведение Гигуни Чичан «Дождик», который он играл на галоконцерте. Вот Оля тогда сидела, счастливая, живая, здоровая, слушала его. И есть фотографии, где они оба красивые, счастливые. И в тот день Виктор Александрович Александров тоже присутствовал. Все дети, которые участвуют в конкурсе разных национальностях, передают свои соболезнования. Все помнят Олю. Будет новый конкурс в мае, посвященный Фрите Фунансону и всем жертвам геноцида армян. И также, конечно, он пройдет в память о боли, потому что без нее он не был бы таким теплым, не был бы таким прекрасным. И это Олина заслуга. И я хочу сказать последнее, извините, я долго говорю. Конкурс благотворительный. И благодаря Оле доходы от конкурса я беру не себе, а своему культурному центру. Мы их отдали в хоспис. Я знаю, что великие люди делают других людей лучше, духовнее, добрее. И, может быть, если бы мы все не встретили бы Олю, мы бы не так бы распорядились этими деньгами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Результатом дружбы Оли и Карины стал не только конкурс юных исполнителей. Как уже Карина упомянула в своем слове, оказалось, что ее бабушка, которая в январе 2014-го исполнилась 100 лет, была директором Степанакерской школы, в которой учились два наших президента. Это нынешний президент Саш Саркисян и второй президент Роберт Кочарян. И благодаря усилиям Оли президент Саркисян узнал о том, где проживает его учительница. И благодаря ее хлопотам празднование столетий Елены Аваковны Агаджанян стало настоящим праздником для нее. Генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грай Карапетян зачитал для нее поздравительное письмо президента. Ее поздравить приехали представители Национального собрания Армении в Межпарламентской ассамблее СНГ. Хайк Марсел Вещерингарян, сама Оля приехала ее поздравлять, многочисленные друзья и родственники. Мы представляем вашему вниманию также Олины слова о Елене Аваковне. Наша встреча состоялась в мае месяце на конкурсе, который был посвящен Нансену. Так как Нансен очень много сделал для Армении, и я являюсь председателем Женского союза армянских женщин Святая Репсемия, об этом узнала Карина, которая руководит этим фондом, и пригласила меня на награждение ребят. И вот так мы познакомились. А буквально недавно появилась такая идея, что хочется привести конференцию «Армянка в Петербурге». И поговорив с Кариной, выяснилось, что бабушке скоро исполнится 100 лет. Разговор за разговором выяснилось, что бабушка была директором в Карабахе, школы номер 2. И что у бабушки, то есть Елена Аваковна, Агаджанян, учились президент и Кочиарян, и нынешний президент Серж Саркисян со своей супругой, это Кенритой. И когда об этом мы узнали, естественно, не только женщине 100 лет, армянке, которая живет в Петербурге, которая столько жизни, силы отдала, и иметь такую прекрасную семью, не рассказать об этом просто невозможно было. И очень хотелось, я надеюсь, что это состоится в нашем центре, в Армянском, на Невском проспекте, что состоится встреча с родными, с близкими, и о нашей Елене Аваковне узнать вся наша диаспора Санкт-Петербурга. Потому что о таких женщинах надо знать, надо говорить. Это наша армянская женщина, которая несет свет, добро и тепло. И если мы услышали ее интервью, главное кредо долголетия – это честность, это любовь, и никогда не завидовать никому и ничего. Жизнь тогда сложится, и мы в этом убедились. Прекрасная семья, прекрасные дети, прекрасные внуки и прекрасная многонациональная семья. За это ей огромная благодарность. Так получилось, что Оля Мегрян и Елена Аваковна ушли из жизни практически одновременно. Елена Аваковна, здоровье которой после 100-летнего юбилея сильно пошатнулось, скончалась за день до гибели Оли. Также мы не можем остаться равнодушными и к тому, что на днях директор культурно-образовательного центра имени Лазарева при Армянской церкви, Рузана Кургинян, утратила своего супруга. Светлая память всем ушедшим от нас. В зале сегодня присутствует также талантливая флейтистка Карина Попян, которая была очень хорошо знакома с Олей и была с ней дружна. Если вы хотите сказать пару слов, мы вас просим выйти и рассказать нам о вашем общении с Олей. Какой она была для вас? Здравствуйте, меня Карина Попян зовут. Я музыкант, преподаватель, дирижер оркестра виртуозов. Я боюсь в пафос удариться. Все сказали уже до меня. Я рада, что все, о чем я думала, было высказано сегодня друзьями Ольги со сцены. Значит, я не ошибалась. Значит, все так, как я думала. А думала я о том, что Оля ангел, о том, что все гениальное просто. И то этого простого в общении человека, который был рядом с нами, мы считали таким же, как мы, только потому, что он вот так просто с нами общался. А на самом деле это было то самое гениальное послание Божие. Человек, который генерировал вокруг себя добро, делал так, чтобы мы становились добрыми, заставлял нас любить, верить в любовь, верить в дружбу, верить во все светлое, верить в Бога. С Олей мы познакомились около семи лет назад в больнице Святой Ольги, где она курировала Сашу Абранцеву, которого сегодня представили как Натана, чья счастливая судьба сегодня меня очень порадовала. Я вообще сегодня, очень сердце бьется, пришла сюда и на все свои вопросы нашла ответы. Все вопросы, которые у меня были коллеги, сегодня были разрешены. Что сказала мне о том, что Ольга присутствует здесь среди нас. Я чувствую ее, она решила все мои вопросы. И я хочу сказать, что вряд ли она когда-нибудь из этих стен уйдет навсегда, потому что мы всегда здесь ее будем чувствовать. Она всегда будет присутствовать во всех наших добрых начинаниях. И я это чувствую сегодня очень сильно. Был первый вопрос о Саше Абранцеве. Когда она умерла, я подумала, кто-нибудь найдет ребенка, скажет ему, что мамой, а назвал он ее мамой, больше нет. Я думала, что надо, наверное, его найти и сказать ему, потому что он будет на нее обижаться, он будет думать, что мама не пишет мне больше, не звонит. А я не хотела этого допустить, чтобы он обижался на нее, ведь она была не виновата. И вот сегодня пришла, хотела вас попросить найти Сашу, и вот увидела, собственно, его самого. Познакомились в больнице. Она приходила к нему, он называл ее мамой. Я помогала там детям-сиротам по другому благотворительному проекту. Она, узнав о том, что я армянка, очень ласково поддерживала меня. В тот год я потеряла свою маму, и получалось так, что и Саша получал что-то материнское от Оли, и я. Как бы получалось, что мы разного поколения, я вроде тоже приходящая мама в больнице была, так называлась моя должность. Но, тем не менее, когда приходила Оля, маме радовались оба, и я, и Саша Абранцев, которого я очень рада сегодня видеть таким повзрослевшим и здоровым. Последнее слово, которое написала мне Оля в соцсетях, это было слово «позвони». Речь шла о том, что мы хотели создать концерт, где мой оркестр играл бы музыку армянских композиторов. Уверяю вас, он и сейчас играет музыку армянских композиторов. Я надеюсь, что, когда мы играем ее, Оля слышит это. В ближайшее время у нас будет премьера саундтрека к фильму «Гладиатор». И вообще большой концерт, который весь я и мой оркестр посвятим памяти Ольги Макериан. Спасибо. Как мы уже упоминали, Ольга Макериан работала учительницей младших классов в школе. Давайте посмотрим на некоторые фотографии с ее учениками. Ольга Макериан работала учительницей младших классов в школе. Ольга Макериан работала учительницей младших классов в школе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Спасибо Субтитры подогнал «Симон» 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 другим своим одноклассником с гасаном али и он извинялся можно сказать говорил тихо тихо как бы стыдя что оля я тоже спасал армян он наполовину заработать на половину русский он не знал о трагедии наших одноклассников и он сильно сожалел я чувствовала это его голосе вот пожалуйста отношение к злу к страшным трагедиям человеческих судеб отношений моих одноклассников и так и отношения людей которые хотят строить этот мир будем идти к добру то мы сотворим только добро а зло к сожалению тоже присутствует нашей жизни но мы будем идти вперед не забывая свою историю мы армяне и мы не должны это забывать мы люди христиане мы люди истории нашей земли и мы не имеем права на зло отвечать злом но зло мы не должны забывать мы должны идти вперед вперед и еще раз вперед вокальный ансамбль авэтум при армянской апостольской церкви исполнит для вас песню кристины пепелян май рик ансамбль авэтум при армянской апостольской церкви исполнительной логике и в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Темно и зябко без твоих лучей И что сильней теперь с залива дует ветер И стал длинней мрак северных ночей Гляди, тобой усыновленные полмира А сиротела смотрят в небеса Тебя нет с нами, ангел говорливый И замерла, качнувшись, стрелка на часах Мы будем верить, что теперь перед Всевышним За наши души есть кому просить Уйдя от нас, к нему ты стала ближе Но в горле ком и трудно говорить Наш чай остыл Нетронутые чашки с немым упреком смотрят со стола И мечутся, как по спине мурашки В уме слова, что я тебе сказать могла Мы благодарим всех тех, кто сегодня смог прийти И поделиться с нами своими воспоминаниями И помочь нам воссоздать портрет этой необыкновенной женщины Я знаю, что в зале сидит еще очень много людей К каждому из которых Оля прикоснулась теплотой И лучиком своей души Если есть еще желающие Я прошу выходить на сцену Представляться и в течение двух-трех минут Говорить все, что вы хотели бы сказать и добавить К тому, что сегодня уже прозвучало Говорить, прозвучит Пасам, хангарвавцын МАРДАКЕРТИ-ШЕРДЖАНИЙ НАХКИН УМОТЛУ ГЮЛУМ. ОЛЬАИЕ КАТАРАЦ АШХАТАНКНЕРА ШАД МЕДЦЕ, НАРА АМЕН МИ КАЙЛ, АМЕН МИ БЕРНАЦ ГОРЦ ГЕРАДАСИЛИ Е, НАМИ СПИ ТОГЕЦ, АМБУЖЕЛИ ВЕРК ТОГЕЦ, ИВ ЦНОГНЕРИ, ИВ ИРЕН ЖАРАНГУТИЯН ХАМАР. МИ БАНОВ КАЙЕВС, МИ ВАРИАНТ, СОР ОЛЬАИЕН УНИИ ХИШАТАК, ТАГА, УАЛЬЧИК, ТЕСЕЛЕ, ТОРНЕРИН, ЗГАЦЕЛЕ, НЕРАНЦ КАЛЬЦ, БАЙС, ТРАКОЛЬКИН КАН, НАЕВ, ЕМПИСИННЕРЪ, СОР, ЕЗ, РЕШУМ, ЕМ, ЕРК, ШАЛУМИЯНЦИНЕРЪ, ԱНЦЕЛЕ, 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 հատերկ, գЮղով, Մարդակետի շրջանում, ուտ հոքի, հողակավորել ենք, մենք հատերկում, Ինչ հասեմ, նրանց եղնիքների, քաշտաղաների, Ինչքան, ինչքան կորուսներ են, թողել, եղել ա ենպիսի պահ, որ կինը երկունքով ծավով տարապած, կեշ ճանապարին ծնել ա, բերել ա, չի կարողացել որ բարուրանի, շպրտել ա դեպի ձորը, իրեն կյանքը պրգելու համար, աստվաց հերուտանի մեր հայ սողուրդի՞ եդպիսի դսպվ դեպքերը, ոլային թող հանգութդություն իսկ հետ չտեղինի, դողներան ճանաչողների սհդում միստ հիշվի, ատիսեղում, հիշում եզվաց, եստվաց, եստվաց հետ դեպիստո՞ին կրգելություների տը սարանքություն իստվանություներին կրտ հայարը իտվաց, աստվաց դեպքերուներին, что у каждого в душе, на сердце. Я хочу только лишь сказать то, что, как мне помнится Оля, мы ее всегда называли тетей Олей, и она дико на нас ругалась за это, она говорила, я вам не тетя, я ваша неродная тетя, зовите меня Оля, но говорите со мной на «вы». И это продолжалось на протяжении всех пяти лет, как мы существуем, и все пять лет мы ее называем тетей Олей, и все пять лет она нам говорила, чтобы мы не называли ее так. Ни одно практически наше собрание не проходило без присутствия Оли. Мы сидим в офисе, что-то обсуждаем, тут стук в дверь, заходит Оля, и куча-куча информации про ближайшие мероприятия, межнациональные мероприятия и так далее, и так далее. И Оля мне запомнилась тем человеком, который всегда, она всегда старалась представить Армению где только можно. То есть, если есть возможность это сделать, она найдет все силы, она найдет время, она привлечет всех коллективов и так далее, и она представит Армению на должном уровне. Она подходила к этому очень трепетно, и для меня Оля запомнилась как очень патриотичный, очень такой трепетный человек, который всегда ответственно подходил, потому что она считала это своим долгом. Она не считала, что это ее работа, это ее долг. Она обязана была это сделать, и у нее не было даже мысли о том, что стоит или не стоит. У нее всегда была мысль о том, что стоит. И в прошлом году, в этом году армянская община Санкт-Петербурга стала, была признана самой лучшей общиной в конкурсе общин армянских, которая была организована Министерством диаспоры Армении. И у нас в руках та грамота, на которой написано это. И мы бы хотели это показать Оле, вручить ей это, потому что она, наверное, из тех основных людей, которые внесли свой вклад для того, чтобы армянская жизнь Петербурга жила, процветала и шла дальше. Я помню, последний год при каждой встрече с Олей у меня был один вопрос. Оля, когда ты возвращаешься в Армению? Скоро, скоро, скоро. Раньше пошла, чем я думал. И я уверен, что то, что она оставила нам, то наследство, которое оставила нам, это и есть кусочек Армении, который надо хранить, беречь и идти дальше. Я уверен, что мы когда-нибудь все встретимся с ней, и будем отчитываться, что мы успели сделать, что нет. Оля, тебе. Спасибо. Есть еще в зале желающие высказаться? Нет? Тогда мы просто объявим об окончании официальной части сегодняшнего мероприятия. Я думаю, Оля никому бы не позволила разойтись просто так, не пообщавшись по душам, уже не так, не официально, а именно по душам. Поэтому в зале приготовлен небольшой стол. Просьба гостям не расходиться, просто символически, да, постоять, поговорить, вспомнить Олю в дружеской беседе, чтобы она знала, что она здесь, она среди нас. Также мы сделали небольшие открытки со словами, которые говорила Оля на разных мероприятиях. И мы будем очень рады, если вы заберете по одной по себе. Спасибо вам за то, что хочу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ